Ушел из жизни известный украинский правозащитник Дмитрий Гройсман. Он был одним из основателей организации международной амнистии. В 90-х боролся за отмену смертной казни. Всю свою жизнь Дмитрий помогал другим людям. Его сердце просто не выдержало той ноши, которую он на себя взвалил. Дмитрий Гройсман с отличием закончил Винницкий медицинский университет, но врачом не стал и нисколько об этом не жалел, ведь свою жизнь посвятил защите прав человека. Вин намагался хоть трохи покращать наш свит, и он намагался сделать, чтобы наше правосудие было больше правосудным. Правозащитной деятельностью Дмитрий занялся еще в 93-м. Именно он создал Винницкую правозащитную группу, а спустя два года начал кампанию за отмену смертной казни. Его заслуги говорят сами за себя, когда он работал координатором кампании по отмене смертной казни. Дмитрий Гройсман брался за самые тяжелые дела, такие как защита жертв, пыток или помощь беженцам. Одно из последних – это освобождение Сергея Верхогляда. В камере СИЗО парень провел 8 лет. Вовсе нет удовлетворения. Так что, конечно, да, есть возможность оказаться с родными, принимать участие в воспитании ребенка. Винницкий правозащитник не боялся системы. Даже тогда, когда на него завели уголовное дело, якобы за распространение порнографии. Это одно из последних интервью правозащитника за несколько дней до смерти. Мы, к сожалению, дошли до этапа, когда наша система правоохранительных органов, органов досудебного следствия является просто вопиюще импотентной. Там больше нет интеллектуального потенциала. Он знал, что у него больное сердце. Об этом Дмитрий написал в своем блоге еще в 2008-м. А через год врачи подтвердили страшный диагноз, говорит коллега Гройсмана Татьяна Монтян. Гройсман умер вчера в Киеве на квартире у знакомого в результате сердечного приступа. Но далеко не все коллеги, знавшие его, верят официальной версии. Тело Дмитрия отвезут в Винницу. А на завтра запланировано судебное заседание, в котором Гройсман должен был принять участие.